Здравствуйте! Телекомпания Город представляет программу «Время говорить» Обзор наиболее заметных событий сегодняшнего дня О городских событиях случилось немало Вот краткий анонс сегодняшнего выпуска Конкурс будет в декабре В Рязанской городской думе прошло внеочередное заседание депутатов по вопросу об утверждении конкурса на вакантную должность мэра Рязани Виновен условно Бывшему начальнику Рязанского управления МЧС Олегу Никифорову суд дал 5 лет условно Дружбе четверть века В Рязань приехали гости из немецкого города Побратима Мюнстера Ну а теперь обо всем по порядку Вчера в советском районном суде состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении бывшего начальника Рязанского управления МЧС Олега Никифорова Напомним, что Олег Никифоров обвинялся по статье «Мошенничество» Судом установлено, что будучи начальником регионального управления МЧС он похищал деньги для личных нужд а также для создания резерва на различные непредвиденные расходы из бюджетных средств, получаемые ведомством Однако в ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину и возместил причиненный материальный ущерб В итоге вчерашнего заседания в советском райсуде Олег Никифоров получил 5 лет условно с испытательным сроком в 4 года На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначено наказание считать условным с испытательным сроком в 4 года приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в Рязанский областной суд через Советский районный суд города Рязани И еще о начальниках, правда уже о будущих Сегодня в Рязанской городской думе депутаты утвердили правила проведения конкурса на вакантную должность главы администрации Рязани после отставки с этого поста Виталия Артемова На внеочередном заседании Рязанской городской думы фактически было объявлено о начале конкурса на должность главы администрации города Напомним, что должность сети менеджера стала вакантной после ухода Виталия Артемова по семейным обстоятельствам в конце октября Сейчас обязанности главы администрации исполняет Светлана Горячкина В итоге депутаты на сегодняшнем заседании своим решением утвердили персональный состав комиссии по проведению конкурса Всего в комиссии будет 10 человек 5 от Рязанской городской думы и 5 от губернатора Депутаты включили в комиссию заместителей главы муниципального образования Ларису Максимову и Петра Поленка первого заместителя Александра Чайку председателя комитета по организации работы городской думы, регламенту и депутатской этике Сергея Самарского, а также заместителя начальника правового управления думы Елену Филянову Далее конкурсная комиссия рассмотрит заявки кандидатов Программы претендентов на пост главы городадминистрации заслушают 12 декабря в Малом зале городадминистрации А непосредственно сам конкурс на должности деменеджера должен будет состояться 15 декабря. Условия конкурса и проект контракта с будущим главой исполнительной власти опубликуют в газете Рязанские ведомости И еще на внеочередном заседании депутаты за активное участие в развитии партнерских отношений между Рязанью и Мюнстером наградили почетной грамотой бывшего бургомистра этого немецкого города Гюнтера Шульца Блазума О визите немецкой делегации из Мюнстера мы поговорим позднее А теперь информация от рязанских следователей Продолжается доследственная проверка по факту смерти одинокого инвалида Владимира Дубровина в Старожиловском районе Напомним, что средства массовой информации сообщали что инвалид умер, не дождавшись помощи местных врачей и чиновников В ходе доследственной проверки уже установлено что смерть Владимира Дубровина наступила в результате заболевания цирроза печени осложнившегося развитием печеночно-почечной недостаточности Проверка продолжается, по ее результатам будет принято процессуальное решение И еще следователи задержали в Кадамском районе родителей, которых подозревают в жестоком убийстве 7-летней дочки Как ранее сообщалось, с 2013 года 7-летняя девочка ее мать, сестра и отчим были зарегистрированы и проживали в деревне Верки Кадамского района При этом на протяжении конца 13-го и 14-го годов старшего ребенка никто из жителей населенного пункта а также социальных работников не видел Девочка не посещала медицинские учебные заведения При выяснении причин ее отсутствия с сотрудниками полиции мать и отчим поясняли, что она проживает и обучается у бабушек в других населенных пунктах Однако проверочными материалами было установлено, что по указанным ими адресам ребенок отсутствует Более того, после проявления интереса к вопросу о местонахождении девочки ее родители покинули дом в спешном порядке и уехали в неизвестном направлении По данному факту, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации Призанской области сразу же после того, как стало понятно, что пропала девочка было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом В части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации Это убийство малолетнего А мать и отчим ребенка были объявлены в федеральный розыск В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователям и сотрудникам регионального УМВД России удалось установить местонахождение матери и отчиму пропавшего ребенка Они были доставлены из Ленинградской области в Рязань и задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации Как следует из их показаний, девочка погибла Следователям установлено, что погибла она Смерть девочки носит криминальный насильственный характер Сейчас следователи выясняют более подробно обстоятельства гибели ребенка За ходом расследования уголовного дела руководством следственного управления установлен контроль В самое ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемых в убийстве ребенка меры пресечения в виде заключения под стражу Расследование уголовного дела продолжается И еще о сменах в руководстве На этот раз в региональном управлении госнаркоконтроля Исполняющим обязанности начальника стал Олег Андреяшкин Напомним, в пятницу Владимир Путин отстранил от руководства рязанским УФСКН Игоря Туровского который находится под следствием по коррупционному делу Игорь Туровский арестован в рамках уголовного дела, которое было возбуждено в отношении него почти год назад Обвиняется он в получении взятки в особо крупном размере В середине октября Туровский был взят под стражу А рязанские наркополицейские, тем не менее, продолжают службу Они сообщают о начале очередной антинаркотической акции Железнодорожный районный суд вынес приговор 28-летнему рязанцу, который обвинялся в сбытии наркотиков Пять лет лишения свободы в колонии строгого режима Таким было решение суда Роман Меркулов, владелец тату салона, в период с февраля по июль 2012 года занимался продажей тяжелых синтетических наркотиков По материалам уголовного дела молодой человек также активно употреблял Сотрудникам госнаркоконтроля удалось выследить пути продаж наркотиков молодым дилерам Он был задержан против предпринимателя, возбудили уголовное дело С 17 по 18 ноября рязанским областным управлением госнаркоконтроля организован второй этап акции «Сообщин, где торгуют смертью» Основная цель акции – привлечение граждан к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков Профилактике наркопотребления, получении необходимой оперативно значимой информации А также оказание консультационной помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации А рязанские полицейские провели рейд по охране норм нравственности И выявили нарушения в этой сфере Задержанными оказались 9 уроженок Нигерии, которые работали в салоне по оказанию интимных услуг Рязанские полицейские задержали иностранных жрец любви Сегодня в ходе проведения оперативно-жрецных мероприятий Сотрудниками отдела уголовного розыска, отдела полиции номер 4 по обслуживанию московского района города Рязани Был установлен, что в доме номер 47 по улице Московского шоссе Проживает 9 гражданок Нигерии, которые занимаются проституцией на территории города Рязани В настоящее время девушки задержаны Их личности установлены Сотрудники органов внутренних дел решают вопрос о депортации иностранок Проституткой работаешь? Да Давно? Нет Ну сколько? Месяц? Год? Месяц А рязанские налоговики информируют, что приступают к принудительному взысканию задолженности по уплате налога на имущество Подробнее расскажет Оксана Тебенихина Заплати налоги и живи спокойно Этот лозунг звучит в главах российских налогоплательщиков середины 90-х годов 5 ноября истек срок своевременной уплаты имущественных налогов для физических лиц По итогам кампании по массовой уплате налогов в бюджет Рязанской области поступило 309 миллионов рублей налога на имущество 400 миллионов рублей транспортного налога и 1 миллиард 332 миллиона рублей земельного налога по уплате юридическими и физическими лицами в совокупности При этом собираемость по сроку уплаты в среднем выросла на 5% Однако далеко не все граждане своевременно оплатили налоги на имущество В связи с этим налоговые органы Рязанской области приступают к реализации мероприятий по принудительному взысканию задолженностей Я напомню, процедура взыскания задолженности предусматривает направление физическим лицам требований, обязательных к исполнению по уплате налогов И одновременно расчеты пени за каждый календарный день просрочки исполнения обязанностей по уплате налогов Кроме того, в случае, если физическое лицо не исполнит требования налогового органа об уплате недоимки в консолидированный бюджет по имущественным налогам То мы вынуждены будем задействовать процедуру во взаимодействии с Федеральной службой судебных приставов и его подразделениями в Рязанской области По принудительному взысканию налогов за счет имущества налогоплательщиков На сегодняшний день в службу судебных приставов налоговыми органами направлено более 10 тысяч исполнительных документов на сумму более чем 200 миллионов рублей В этом месяце планируется направить 111 тысяч требований гражданам, уклоняющимся от уплаты налогов Вчера городские власти торжественно встретили немецкую делегацию из Мюнстера и вместе отметили четвертьвековой юбилей установления дружественных отношений Рязань и Мюнстер вот уже 25 лет являются городами-побратимами В связи с юбилейной датой партнерских отношений наш город посетила делегация, в состав которой вошли немецкие политики, дипломаты, сотрудники посольства и общественные деятели Торжественная часть празднования юбилея началась в здании Рязанской администрации Дорогие друзья, мы сегодня поздравляем всех вас от имени депутатов Рязанской городской думы, от имени жителей города Рязани С 25-летием со дня установления партнерских отношений между Рязанью и Мюнстером Мы рады приветствовать сегодня нашу немецкую делегацию Низкий им поклон за то, что они сюда приехали в Рязань, разделить вместе с нами Праздничное настроение Действительно, когда друзья собираются вместе, это доставляет большую радость Подписание договорных отношений между Рязанью и Мюнстером состоялось 1 ноября 1989 года За прошедшие годы стороны неоднократно обменивались делегациями Был реализован не один десяток совместных проектов в самых разных сферах Мы, наверное, можем говорить не столько о партнерских, сколько действительно о побратинских отношениях Это больше русское слово, но оно, наверное, действительно отражает тот характер взаимодействия, который у нас сложился А за эти пять лет было сделано достаточно многое, как и делалось на протяжении 20 ранее прожитых нами лет По линии социальной активности, по линии экономической деятельности и по другим важнейшим направлениям развития наших городов Далее делегация переместилась в Докапрёкский, где была организована выставка ремесел и прикладного искусства А на сцене развернулось целое шоу Русские народные танцы сменялись европейскими и татарскими Туркменские мелодии чередовались с песнями на армянском, мордовском и немецком языках Зарубежные гости высоко оценили уровень культуры в Рязани И выразили надежду на дальнейшее продолжение дружественных отношений между городами Они пообещали, что отметят 25-летие русско-германского партнёрства в Мюнстере так же ярко и широко, как это делается в Рязани Это был последний видеоматериал нашего сегодняшнего выпуска Далее в эфире программа подробностей Гость в студии, член общественной палаты Рязанской области Наталья Епихина И разговор пойдёт о Всероссийском дне правовой помощи детям На сегодня это всё и до встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин